В последнее время вышло ряд публикаций о истории казахов о делении на жузы, на племена, на рода. Этот фактор, какую роль он играл в нашей 30-летней зависимости? Я склонен все-таки считать, что тройболейский фактор очень сильно преувеличен. В последней 30-летней истории это не тройболейзм, это клановость. Это подбор кадров по принципу личной преданности. Часто это происходит именно подбор среди своего ближайшего окружения родственников или там одноклассников, друзей детства. А учитывая, что у нас элита в первом или во втором поколении из сельской местности, недавно урбанизирована, а на селе у нас традиционно продолжают в одном селе жить представители одного рода, то внешне это выглядит именно как тройболейский фактор. Но об этом не только я, многие другие эксперты говорили. Само по себе принадлежность к какому-то роду, она сейчас не играет никакой роли, потому что нет экономических оснований. Раньше это были не столько коллективы кровных родственников, сколько административные, военные, правовые и экономические объединения. Правовые, потому что они предоставляли своему члену еще и правовую защиту. И это работало, это были действительно спаянные коллективы. Потому что ты, если член этого рода, ты не просто родственник, даже если ты не родственник, тебя включат в честь жилья. Крме, Токолдан Туган. И даже есть же, прямо говорили, что потом там включили. Подпишут. Подпишут, сделают родственникам. Потом через некоторое время, 100, 200, 300 лет, еще легенду придумают, что его нашли там и воспитали. Сколько у нас таких легенд? Вообще он, Басха Рудан, Аталара, брак. Его там враги убили, вот ты его в семье взял, воспитал и вот он встал. И от него потом, мадан-тараган, ели вот. Таких очень много у нас через жилья историй. Но если вот ты член этого коллектива, то ты уже член корпораций определенной. Ты защищен, ты отрабатываешь, во-первых, этой корпорации. Да, наложенной обязанности определенной. Да, силой, оружие, какой-то, значит, ответственности определенной. Ну и, соответственно, корпорация тебя защищает. И создается вот это степное, очень строго иерархизированное общество, где каждый человек четко знает свое место. И у него есть родословное, до какого-то момента она реальная, дальше она мифологическая, где-то может есть какие-то реальные основания, где-то нет, но есть у него четкое родословное, где вот начиная от прародителя казаха, он четко знает свое место. Почему он спрашивает у встречного казаха какого-то рода? Рунг. Чтобы определить их взаимоотношения. То есть, в принципе, если вот мы там старше жив, там он младше жив. В обычной жизни это никак не влияет. Но если мы начнем судиться, это уже может повлиять. Потому что абсолютно вот при наличии, когда никаким образом нельзя решить спор, ни свидетельств нет, ни доказательств нет. То есть, обе стороны абсолютно равны. У нас суд не затягивается у казахов. Он не прекращается. Его нельзя отложить там на какое-то время. Здесь включаются вот эти институты. Он им жалует. Все. Потому что в этой иерархии его предок стоит выше. Когда уже других никаких оснований нет, ГИ все равно решает это дело. Потому что он им жалует. Даже если это неправильно. Потому что задача казахского суда это не найти истину. Задача казахского суда установить справедливость. Его задача, чтобы обе стороны были максимально удовлетворены. Чтобы спор закрыт был. Он не ищет правду казахский бить. Он делает примирение. Ищет решение, да. Ищет решение, да. Из ситуации. И когда уже ничего другого нет, невозможно доказать. Он принимает вот такое решение. Он им жалует коль. И казахи соглашаются, потому что, ну, действительно, по-другому никак не решить этот спор. А все уже. Би сказал свое слово, би тот человек, которого обе стороны признают. Ты сам его определил. Ты сам его определил. Я не вынужден соглашаться. Конечно. И элементарное. Кого посадить во главе стола? Кому первому слово дать на каком-то совете? Когда вот, ну, у нас и возраст одинаковый, и положение одинаковое, и по богатству мы равны, по влиянию равны. Как определить? Он уже луль коль. Все. И эта система, она работала в средние века, когда сам институт был. Сейчас этих институтов нет. Достаточно долго работала, да, в принципе? Конечно, в 20-м веке, в начале 20-го века его ломали уже сознательно. Сейчас нет для этого экономических оснований, и этих институтов нет. Они в сфере общественного сознания только. И их умело применяют для создания вот этих кланов. То есть они работают как архаизмы, да, получается? Да, их вытаскивают люди, которым это выгодно. Их вытаскивают, вот, хотят создать клан какой-то. Патронатно-клиентные отношения. И рекрутируют по этому принципу. Ну, и посмотрите все кланы. С большим удовольствием и рекрутируют и других. Самое главное, это, как вот всегда говорят, при патронатно-клиентных отношениях, это личная преданность. А вот эти все, весь этот тройболизм, это ширма, которой пользуются. Прикрываются. Я поэтому один наш, когда-то я его очень сильно уважал, этого товарища, да, потому что он на мое становление как историка, да, очень большое влияние оказал. Но то, что он начал про шапроштинцев писать в последнее время, меня так разочаровало, потому что, ну, шапрошты – это большой уважаемый род, где очень много хороших, честных людей, обычных тружеников, работяг. И желая побольнее уязвить Ельбаса, это же модно сейчас там и безопасно, начинают говорить гадости именно, представляя себя противником тройболизма, начинают использовать худшие проявления вот как раз вот этого тройболизма. Начинают что-то там про предков гадости говорить, название рода там коверкать, искать какие-то там оскорбительные какие-то из прошлого, там факты. Вот это самая плохая черта именно вот такого тройболизмского взгляда на мир. Чего не было у казахов, скажем, в те времена, когда эти рода действительно что-то собой представляли. Тогда бы язык не повернулся. Конечно, тогда этого не было. Вот, и я хочу всех наших вот современников казахов предостеречь. Вот эти вот глупые анекдоты про представителей каких-то родов, да? Какие-то вот эти ковыряния какие-то там... Унизительные выпады, да. Унизить, да. Пытаться унизить там представителей там жузов, родов каких-то. Они не красят современных казахов. Это не история, это не традиция, это какое-то вот уродливое проявление как раз вот этого самого пресловутого там тройболизма. Причем это же, получается, камень не в их огород, а именно мы тем самым показываем, унижаем весь казахский народ. Конечно, конечно. Ведь всегда говорили, это причем не сейчас, это говорили и в 19 веке, это говорили и в 20 веке. Лучшие представители нашей интеллигенции говорили. Казахи не делятся на рода. Казахи состоят из родов. Вот, вот. История этого не было. И пусть они не прикрываются историей. Те, кто реально изучает историю родов, те же там генетические исследования проводят, они могут сказать, да, у нас есть какая-то вот ядро какое-то, да, в каждом, каждый род, да, представляют, от которого там часть какая-то где-то больше, где-то меньше произошла. Но у нас очень много разных родов, даже из разных жузов, да, которые генетически от одного предка произошли. Все мы братья. Конечно. Все мы сестры. Но мне кажется, вообще надо смотреть не на принадлежность, не на народ, а на, собственно, человека. Да? Все определяется его достоинствами или его пороками. И по его поступкам, по его делам только можно судить, насколько он достоин, вот, какое место он должен занимать в обществе. Я пытаюсь всегда пресекать вот эти вопросы. Особенно от случайных попутчиков, когда разговор завязывается с вопросом, с какого я рода. Да? Это очень часто происходит в поезде почему-то. Давайте вот вы сейчас скажите, с какого рода, и этот вопрос больше поднимать не будем. Я вообще... Отсылайте сразу в YouTube. Да. Смотрите. Случайно зашел на один форум, где обсуждались там калмыцкая и иратская тема. Угу. И мне тоже не понравилось. Я там комментарий свой написал на эту тему. Сетевые войны между уйратами и казахами, нагайцами и казахами, нагайцами и уйратами, которые смысл потеряли уже, но они продолжаются. Мой предок когда-то, да, в 13 веке, давным-давно, мой генетический предок, сделал исторический выбор. Сам ли он или вынужден был, но он оказался в Кипчайских степях. С Чингисханом или чуть позже, не знаю. Но он оказался здесь, в Кипчайских степях. Если бы он не сделал этот выбор, я мог бы быть или иратом, или там халхом-анголом, или может китайцем даже, потому что там те же киритов и ухубилая было много. Но вот он сделал выбор, и мои предки оказались в Кипчайских степях. Еще один, другой мой предок, сделал выбор в 14 веке. Он с Тухтамышем ушел в Сибирь. Он мог со старшим сыном Тухтамышем уйти в Литву. Я бы тогда мог быть и русским, и литовским татарином, например, и крымским татарином. Или польским татарином. Да, ну, польско-литовским татарином мог бы быть, например. Но мой предок с Тухтамышем ушел в Сибирь, и дальше мои предки оказались в Сибири. Потом очередной какой-то мой предок мог с Мухаммедом Шейбани уйти, завоевывать Бухару. Мавернахар. Мавернахар, да. Я мог бы стать и узбеком, и азербайджанцем, потому что частью ушли в казахский район азербайджан. Да, казах. Казахлы, да. Но какой-то из моих предков остался в казахской степи, я стал казахом. И у каждого из нас, если посмотреть, есть такая история. Поэтому наши кровные родственники, с которыми у нас общий предок один, он есть. Мы можем найти среди нагайцев, среди татар, среди русских, среди литовцев, среди узбеков, среди калмыков, среди монголов, среди китайцев. Поэтому все вот эти наши сетевая, вот эта вот межэтническая ненависть, она бессмысленна. У нас общая история, да. Так сложилось, да. Мы сложились, как этнос. Мы здесь вот таким образом, наши предки когда-то совершили такие исторические действия, которые привели вот к тому, что мы вот как этнос сложились. Но надо не забывать, вы правильно сказали, мы, в конце концов, общий предок всех, по крайней мере, у кого были взяты на сегодняшний день анализы генетические, их общий предок когда-то, сто тысяч лет назад, жил на территории Африки. Ну и у нас, нашу историю пронизывают миллионы тесных взаимосвязей. Поэтому вот эта вот вражда, если мы действительно вот так посмотрим, да, и начнем очень хороший проект по популяционной генетике. Мы можем найти своих родственников среди тех народов, о которых мы не подозревали, что там могут быть наши родственники. Вполне, вполне. А уж глупости, когда казахи начинают уже друг с другом делиться и там искать какие-то, но это настолько бессмысленно и вредно, как историки скажут, то это абсолютно бессмысленно. Вот эти вот, мы казахи, мы узбеки, это... Да, делиться на киргизов и прочих. Киргизов и казахов, да, и начинать вот это вот что-то еще, пытаться их уязвить, ссылаясь на какие-то историческое прошлое, извини меня, ты камень в свой огород бросаешь. Вот, вот, вот. Не все эти понимания, не все это понимаешь? Не все это понимают, наша задача это объяснить. И, наверное, вот такие обвинения, такое разжигание какой-то ненависти, недопонимание того делал людей глупых и недалеких. Да. Или подлых. Или трусливых. Когда человек понимает, но все равно это делает, это уже... Недостойно, недостойно вот... И когда человек начнет такой пост писать, пусть он подумает, какой из этих категорий он относится. Это его выбор. Да. Так, ну, давайте посмотрим на финансовую составляющую. Хорошо. Вот, ваш коллектив работает, люди пишут, да? Наверное, все-таки не бесплатно. Программно-целевое финансирование. Так. Большое спасибо Министерству образования, Комитет науки, Парламент, президент всегда принял участие. Во многом, конечно, статья президента свою роль сыграла в этом. Но подвижки начались где-то порядка, наверное, лет пять назад, когда вот приняли закон о науке, но увидели, что он плохо работает. Вот эта вот система программ цивилевого, не отработанного было. Да, финансирование. И вот последние три-четыре года эта система отрабатывалась с одной стороны, и с другой стороны четко руководство государства поняло, что на науку очень мало средств выделяется. Об этом несколько раз говорили. Назарбаев об этом, я помню, достаточно жестко высказывался. Почему мы не можем финансирование науки до одного процента хотя бы дотягивать? Хотя бы, да? Когда в мире это три-пять процентов. Конечно. А у нас там даже до одной десятой процента не дотягивало. Потом удивляемся. Да, и вот сейчас процесс пошел, и буквально последние три года на как раз вот такие вот нужные, очень хорошие проекты началось именно программ целевое финансирование, то есть именно финансирование как блоками, как целой государственно необходимой программы. И вот у нас по этой программе пошло финансирование работы государственной комиссии по реабилитации жертв репрессий, создание целой базы данных. По этой вот программе новая концепция пошла, разработка новой концепции. По этой программе краткая история Казахстана для иностранных читателей. И вот по этой программе идет написание семитомника. Три года, но сейчас вот уже есть понимание, и министр об этом несколько раз говорил. Благо, что в бюджетный кодекс вносятся изменения. У нас же трехлетнее планирование, появилась возможность чуть-чуть выйти за рамки трехлетнего планирования, и может быть там перейти к пятилетнему. И тогда, в принципе, можно вот этот процесс продлить. Сейчас деньги выделены именно на написание, то есть это командировки, работа в архивах и заработная плата. Отлично. Отдельно будут деньги на публикацию. Типографские и прочие расходы. Отдельно перевод на английский язык. Презентации. Презентации. Это уже статья расходов. Поэтому сейчас сказать, что какой-то проблемой является финансирование, я не могу. Потому что деньги выделяются. Есть определенные сложности. Но они такие технического характера. Это, как всегда, для творческих людей бухгалтерия представляет собой некоторые сложности всегда. Но система работает, она отрабатывается потихоньку. И самое главное, она сейчас не зависит от случайности вот этого грантового финансирования, когда годичный или трехгодичный проект выиграет, не выиграет, коллектив сохранится, не сохранится, непонятно. Да, да, да. Ведь долгое время, опять-таки, вот тот же коллектив Институт истории и этнологии находился именно на грантовом финансировании. То есть, есть гранты, есть зарплата. Нет грантов, нет зарплаты. Нет, какое-то время там в штате три человека всего было. Да, директор, техничка и охранник. Поэтому в этом отношении, да, сейчас гораздо лучше стало. Тем более, что не стоит на месте эта система, она отрабатывается. Сейчас решился вопрос о постоянном базовом финансировании ведущих ученых уже. Единственный механизм отрабатывать, как определить ученого ведущим. По каким критериям? По каким критериям? Это тоже сейчас отрабатывается. Но вот уже вот с этого года они начнут получать постоянную заработную плату. Стабильно, классно. Да, и там другие тоже есть технические моменты. Но это опять технические моменты. Это надо просто нормально отработать юридические документы, правовые основания. Но политическая воля на то, что это нужно, надо выделять деньги, она есть. И увеличение финансирования мы тоже ждем. То есть, до одного процента оно в любом случае будет доведено, я думаю. Ну вопрос, куда они пойдут? Хорошо, наука это же общее понимание. В этой среде гуманитарный цикл занимает просто какое-то одно из мест. Да, и вот эти институты, которые продукцию такую не дают, да, вот коммерческую, а работают на именно... На идеологию. На общество, да. Они будут финансироваться немножко по-другому. То есть, там нет коммерциализации, прямой коммерциализации проектов. Здесь институты выполняют именно роль аппарата, инструмента, да, и общества, сознания. Формирование исторической памяти. Прямо скажем, даже где-то конструирование исторического сознания. Потому что, ну ничего стесняться, да, историческое сознание основано на системе мифов. Миф не то, что неправда, миф как символ. Мы не думаем научными категориями. А когда говорю мы, я не имею в виду себя, я имею в виду общество. Общество не думает научными категориями. То, что я вот вам говорил о теории модернизации и так далее, да, это все там где-то ходит, в интеллектуальных кругах. Общество не думает о теории модернизации. На бытовом уровне там все другие понимания. И мы мыслим некими такими вот символами, историческими мифами, грубо говоря. И наша историческая память, то, что является базой исторического сознания, которая в свою очередь является базой идентичности нашей, оно построено на целой системе символов. И задача исторической науки эти символы формулировать, во-первых. А во-вторых, чтобы эти символы были построены не на зыбких фантазиях, а на научном основании, научном фундаменте. Тут должна быть четкая основа понимания. Потому что мифы, социальные мифы, которые построены на выдуманных каких-то основаниях, они разваливаются сразу при первом же толчке. А те символы, которые построены на прочной научной основе, они более прочные. Поэтому задача исторической науки для вот этого общественного сознания дать вот этот вот прочный фундамент. Вот завтра учебные программы, когда будут разрабатываться, для школы. В школе же тоже, мы же, там, пятиклассники начинают у нас рассказы по истории, да? Мы же их тоже теорией не загружаем, правильно? Ну да, там же такой адаптивный должен быть. Да, мы даем им красивые образы, красивые символы какие-то, да? Какие-то модели простые для понимания, для определенного возраста подходящие, да? Но в то же время яркие, запоминающие, да, запоминающие, да, дающие такой эмоциональный отклик у ребенка. Но они должны основываться на прочной научной базе. Вот этот семитомник, он эту прочную научную базу готовит. На долгие годы. Это не означает, что, например, вот мы написали, Аккорда, да, это ставка правителя великого улуса. Это не означает, что ученый завтра, который напишет научную статью, не это Аккорда, это государство, да, что он будет подвергнут там наказанию какому-то, или его не будут публиковать. Ни в коем случае. У нас должен быть плюрализм научный. Возможно, мы все не правы, а он прав. Я тоже это допускаю. Он найдет в будущем какие-то источники. Он найдет в будущем какие-то железобетонные аргументы в пользу своей теории. И мы все скажем, да, мы были не правы. Поэтому он должен писать. Сейчас мы считаем, что он не прав. Большинство ученых. Между прочим, про источники вот вы сказали, да. Я был в центре рукописи редких книг. У нас уникальные источники по письменной истории в нашей Казахстане. Иоанна по Средневековью. Огромный пласт рукописей эпохи Караханида, Золотой Орды. Но они все на арабской вязи. И они недоступны для нашего исследователя, который не владеет этим языком. Ну, смотрите. Гумилев в свое время писал, что историк не может быть универсалом. Он не может быть и востоковедом, и лингвистом, и историком. И очень много он упрекал именно востоковедов, вот именно лингвистов, в том, что они неправильно интерпретируют источники. Оказывается, у них в плену. Поэтому здесь надо смотреть. Нам, безусловно, нужно готовить востоковедов. Нам нужно готовить иранистов, арабистов, китаистов, монголистов. Вообще катастрофа. Катастрофа, видите. Но, опять-таки, здесь нужно таким способом идти. Просто говорить. Ребята, давайте, идите, изучайте арабский язык. Это так не получится. Потому что человек должен видеть, когда он выбирает такую достаточно редкую специальность, он должен понимать, что он в будущем будет востребован. То есть надо понимать, что он завтра сможет прокормить семью. С сознанием монгольского языка. С китайским, ладно, они еще больше с китайским, а с сознанием монгольского или с сознанием иранского. То есть надо показать, что мы будем финансировать институт востоковедения стабильно. И тогда, через 3-4 года, у них появятся новые кадры. А другие вот молодые ребята, да, они увидят, что вот приходят, ну, читать лекцию, там, доктора Пиашди молодые, которые изучали арабский, например. И они хорошо зарабатывают. И они востребованы. И им тоже дают медали, не только Акимам, но и ученым, которые там перевели, например, ранее неизвестный список, там, Жамят Таварих. И за это получали, получили не премию 200 тысяч тенге, а получили государственную премию и плюс еще Орден Парасад. Именно вот за это. Тогда у нас молодежь пойдет. Просто выделить гранты на востоковедение недостаточно. Да, здесь главное четко понимание политика, определенная концепция для подготовки. Для чего мы... У нас сейчас пока вот такое реагирование, не хватает востоковедов. Дадим гранты докторантуру востоковедам, значит, магистратуру востоковедам и бакалавриат востоковедам. Как будто решили. Бакалавриат не идут дети, соответственно, в магистратуру и в докторантуру некому просто поступать. И сгорают. Потом, ну, давайте отдадим айтишникам, юристам, экономистам, потому что там у нас куча стоит, которые с дипломами бакалаврскими хотят в магистратуру поступить. То есть, вроде выделили. То же самое, кстати, по инженерам, то же самое и по всем другим. Министерство, да, говорит, мы тоже хотим, мы выделим гранты, вот вам еще плюс 200 грантов. Ну, это приводит к тому, что конкурса нет среди соискателей грантов, соответственно, качество падает сразу. Ой, катастрофически. И сразу качество падает. То есть, все, кто подал документы, все поступили. Минимум набрали и все поступили. И никого не отчисляют, потому что это деньги. То есть, недостаточно просто гранты выделить. Там система гораздо сложнее работает. Надо, чтобы сама специальность была востребована. Чтобы увидели, что если я выучусь, я буду завтра свой кусок хлеба иметь, смогу семью обеспечить. И я буду в почете. То есть, эта профессия, она действительно почетная. У нас по архивистам такая же проблема. В архив некого брать, потому что специальности никто нигде не готовит. А никто нигде не готовит, потому что на эту специальность не идут студенты. Студенты не идут, потому что в архиве маленькие деньги. Да. И пыль вот этого вот глотать. И нет общественного уважения. Люди даже готовы идти на маленькую зарплату. Если бы они видели, что человек с этой должностью уважаемый. Почему у нас в чиновники идут? Там одна из самых низких зарплат на самом деле. Особенно на областном уровне. Не в центральном аппарате, а на областном уровне. Одна из самых низких зарплат. Но все равно люди шли в чиновники. Потому что пусть это низкооплачиваемая, но это уважаемая работа. Не нужен мне большой оклад, дайте мне маленький склад. Там другую немножко. Поэтому я думаю, мы эту проблему правильно подняли. У нас большое количество материалов мы еще будем привозить. Большое количество советского времени лежит. Те же самые рукописи 19 века. 19 века огромный пласт исторической памяти казахов, который был в свое время собран в Академии наук, он так и лежит. Не обработанный, не переработанный. Иногда к нему специалисты обращаются. По Шижерее, например, в свое время Муканов писал, его отец в свое время собрал огромный пласт документов по исторической памяти. Там немножко кто работает, а большая часть, она не введена в научный оборот. Класс на самом деле. Поле непаханное, да, работать и работать. А еще вот, ладно, это вот то, что у нас собрано сейчас в этом центре. А сколько еще не собрано? Сколько возможностей у нас есть? Вот сейчас речь идет о том, что в рамках программы Архив 20-50 отправить экспедиции. Эти экспедиции поедут, еще привезут. Еще привезут. Так уже сколько привозили? Та же Абусиитова, сколько ездила, сколько привозила? Ну, возможно, здесь надо везти. Ну, хотя бы, хотя бы. Ну, надо же привозить не для того, чтобы их привозить, а для того, чтобы они работали. А дальше надо с ними работать, безусловно, безусловно. Это же мощный ресурс, который у нас просто лежит. Вот это вы не убиваете. Сейчас огромная, большая работа идет по рассекречиванию наших архивных документов, которые до сих пор с грифом секретности лежат. Ваши ученые тоже работают, да? Да, наши ученые, у нас мы вынуждены даже немножко в ущерб основной работе, потому что 75 тысяч, например, сейчас прокуратура передала Национальный архив документов, и сейчас буквально наши сотрудники утром приходят, вечером выходят из архива. Просто провести оценку, подлежат эти документы рассекречиванию или нет. По каким-то критериям, да? Да, но большая часть из них, конечно же, их засекречивание на сегодняшний день ничем объяснить невозможно. То есть они были в свое время, в 20 веке, в 30-е, 40-е годы засекречены, и с тех пор их просто не смотрели. То есть смысл их статусе секретного потерялся. Они не являются государственной тайной Республики Казахстан. Но вот наши специалисты от основной работы отрываются, и вот эту работу проводят. КМБ большой массив документов передал. Они сами не специалисты, имеется в виду, ну как содержатель. Они рады это рассекретить. Но должны здесь специалисты, и вот этой комиссии по рассекречиванию передать, сказать, ребята, действительно тут никаких... Это исключительно для историков имеет ценность этот документ. И то пока, когда доберутся до них еще историки. Вот представьте себе, сейчас вот эти 75 тысяч дел, из них там 90%, да, там 70-7 тысяч будет рассекречено. И они перейдут в обычный фонд национального архива. И еще для историков поле непаханной работы. 77 тысяч материалов. Это только вот сейчас один раз передали. Эта работа будет продолжаться. Другие госорганы у нас есть, архивные фонды. Вся история 20 века наша. Все для людей. Ну, где же, где же вы, историки и молодые? Архив президента, там есть тоже закрытые фонды, которые с советского времени еще. Архив ЦК был, и вот как они были закрыты. Там тоже комиссия работает, конечно, но это же час по чайной ложке. Ну да, у каждого свои ресурсы, свои возможности. Да, ну и появляются вот эти вот новые документы, новый документ. Для историков сейчас возможности, конечно, большие. Так что надо этим пользоваться. Абсолютно не секретные документы, к которым не обращался никогда историк тоже в архивах. Ну вот тот же Виктор Козадой. Он же, например, у него свой какая-то методика поиска документов. Он не идет вот там, где Букиханов-Букиханов. Он идет туда, куда он, может быть, мог обратиться и находит в тех фондах те документы. Да, по его банковской работе он нашел. Разговаривали, да, он же предположил, но не может быть, чтобы человек работал в банке и не оставил никаких следов. Вот, вот. А та категория там, вот эти банковские документы, их казахстанские стерики, конечно, не смотрели, потому что, ну, вроде папка не называется, там киргизская и садские дела, поэтому зачем их смотреть? И эти документы лежали десятилетиями, пока их вот не нашел ученый следователь. Ну, и может быть, кто-то смотрел, кто экономической историей там занимался, но его фамилия Букиханова не привлекла никакого внимания. Абсолютно. То есть, таких моментов, да, открытие можно совершить буквально вот, ну, в неожиданном совершенном месте, в любом. Ну, надо для этого делать первый шаг. Есть еще и такой момент, не просто архивы, есть же еще и новые методы работы, новые методики, новые методологии, новые теоретические подходы, которые тоже позволяют в определенной мере открытие. Да, причем, наверное, как-то более быстрее, интереснее, да, и эффективнее. Да. Правильно. Надо этим пользоваться, надо этому учить. Сейчас очень интересны применения, скажем, IT-технологии. Мы хотим, вот на будущее предлагаем министерству образования новый проект именно по созданию такой, некой такой вот платформы, именно по применению компьютерных технологий в историческом исследовании. Отлично. Ничего не интересно? Вот у нас споры идут, например, Елемая Кожеберген жрал сочинил или нет. Или это результат какой-то вот компиляции, или это какой-то автор 20 века, начало, который, вот, есть очень хорошие методы обыкновенной количественного компьютерного анализа. Можно установить авторство, предположим, да, элементарным путем математической обработки, там, количества определенных слов или определенных букв в тексте. То есть формализовать текст, в цифру его перевести, вот, обработать определенные, установить какие-то алгоритмы в тексте. И вот два текста можно таким образом обработать, сравнить. Если алгоритмы совпадают, это один человек писал. Так. Если алгоритмы не совпадают, это разные авторы. Оп. Все. Это вот как криминалисты устанавливают, скажем, речь. Да, подеянные. Речь, да. Как ты ее не изменяй, как ты ее не пропускай через какие-то компьютеры. Есть определенные тона, которые просто будут на тон выше или на тон ниже, но те тот же самые. И все. И криминалист скажет, что с точностью 99% это говорил один и тот же человек. Или почерк этого человека. Точно так же историк завтра сможет сказать с точностью 99% вот этот текст, который доказано, что это кожа бергена, и этот текст, которым сомневается, писал один человек. Или нет, это разные люди. Если это разные люди, у нас поэтов 20 века не так много. Не так много. Можно все тексты обработать и выявить. И выявить автор. Все. Нет, это надо применять. Это надо внедрять. Да, этому надо учить. Это надо эти технологии внедрять. Это надо историкам объяснять. Ребята, есть вот такой вот. Вот такие вот методы есть. Филологические. Ну вот установление авторства. Раньше что было? Контент-анализ, да? Да. Считаешь эти количество, какие слова, сколько раз употреблялись в тексте, находишь. Тот же самый контент-анализ, но, извините меня, сейчас формализовать текст не так сложно, а цифровать, в конце концов. А потом простенькие программы, которые позволят тебе делать выводы. Ты можешь эти тексты обрабатывать не годами, как раньше. Вот контент-анализ, предположим, каких-то крупных текстов мог занимать месяцы. Да, вручную. Вручную, да. Сейчас это компьютер может делать в течение дня. Нет, нет, ты дольше программу будешь писать и обрабатывать текст для того, чтобы машина могла его читать, будешь дольше делать, чем машина делать твою работу вот этому. Так, может, эти алгоритмы уже просчитаны? Есть алгоритмы. Надо уметь их применять. Надо эти программы внедрять. Надо их применять. Мне, например, очень сильно понравилось. В Павлодаре есть археологическая лаборатория. Они бюджетных денег практически не получают никаких. Так. Но внедряют очень интересные методы. Причем применяют методы, которые уже существуют, но в археологии никогда не применялись. Это, например, захоронение вырезают прямо монолитом вместе с грунтом. В поле не вскрывают его. Слушай, как интересно. Вытаскивают его монолитом. То, что она сохраняет, что идентичное. И загоняют его в медицинский компьютерный томограф. И получают 3D-картину захоронения, не вскрывая его. Обалдеть. Я это видел. Потом они привозят в лабораторию, кладут на стол. Видят картинку. Всю. И вскрывают уже, видя, что они делают. Ага. Вот эти замечательные ткани. Вот Болганана сейчас реконструировала, да, Татьяна Крупа? Крупа. Да. Они ткань эту нашли благодаря вот этому. Потому что настолько она тонкая, вот эта шелковая ткань, настолько она хрупкая на сегодняшний день, что если бы не вот это вот сканирование, они бы ее не увидели, что там ткань есть. И я подозреваю, сколько вот таких экспонатов археологи разрушили во время гороскопов. Да, да, да. Потому что грубо уже влезали в это. Ну, конечно, конечно. Пятно. О, пятно появилось чуть-чуть. Пятно, зарисовали его. Может, это не пятно, может, это ткань была, которую мы разрушили, не видя ее. Вот. И... Она же как раз специалист именно по тканям, да? Да. Сейчас вот ткань, кожа. И мы видим, мы видим рисунок этой ткани. Мы видим, какое шикарное качество исполнения. Мы же привыкли, в средние века там домотканные вещи, грубые должны быть вроде как бы, да? Но там ткань не уступает современным машинным образцам. Я вот просто представляю себе, какой ценности эта ткань была в 13 веке. Эта женщина на себе носила стоимость, наверное, целого города. Да, состояние какое-то. Состояние. И, соответственно, мы уже по-другому смотрим на ее социальный статус. Потому что мы же понимаем, что это вручную делалось, эта ткань. Это сколько человека часов было на нее затрачено. Поэтому какая ее была стоимость, и мы уже по-другому смотрим на это захоронение. Это действительно, ну, она на себе носилась. С ней вместе похоронили стоимость, я не знаю, какого-то там небольшого города средневекового. Да. Ну, мы можем сейчас уже об этом говорить. Благодаря этим исследованиям. То есть это совершенно другой взгляд на историю, на историю кочевников, на историю именно социальную. Да, социальную, общественную. Это уже не просто там какая-то, ну, я не знаю, отобрали там при набеге у китайцев и так далее. Потому что, ну... Нет, явно, может быть, это купили, да, какой-то очень интересный. Ну, я говорю, что это уровень жизни, вот, определенный у нас совершенно другие какие-то образ. Не просто какой-то образ, это цивилизация, да. Он совершенно другим становится. Вот именно. Когда мы видим вот эти вот предметы, причем специалисты же говорят, что, вы знаете, крой вообще, именно степной крой. Особенный, да, уникальный. Да. Это не сняли халат с китайца и на себя одели. То есть это крой степной, именно характерный для степных и степняков. Это обувь шила здесь, из здешней кожи. Эти изделия изготовлены здесь, потому что мы сейчас можем провести химический анализ и даже узнать, из какого месторождения это медь была получена, это золото было получено. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин